Да, благослови нас Господь, потому что по милости и по любви Божией мы на этом месте, для того, чтобы все вместе нам славить и величать имя Бога. Сегодня такой замечательный, да, и для некоторых людей он очень знаменательный день. В церкви ничего нельзя скрыть. И сегодня, конечно же, молодежь, она готова, она знает о том, что сегодня будет обручение, и я думаю, что родители с двух сторон не готовились к этому торжественному, такому дню, дабы Господь благословил и вел милость. И мы понимаем, что самое лучшее – это благословение Господне, потому что благословение Господне печали не приносит. Я хотел бы очень коротко для наших молодых, потому что это остается им в памяти. Да, я думаю, что каждый раз, когда служители выходят на это место и говорят слово Господне, оно всегда должно оставаться в сердце наше. Нельзя за 20 минут научить, нельзя-то за 20 минут объяснить человеку любить Бога, вызывать славу Ему, как правильно жить, как правильно воспитывать детей, как должны любить друг друга. Это огромный процесс. Знаете, когда ученики были с Господом Иисусом Христом, то Священное Писание говорит о том, что, конечно же, они любили Его. И они всякий раз удивлялись тем благословением, которое Господь являл для народа. И они так хотели быть Его учениками, что иногда даже это обстоятельство приводило их в то, что они вынуждены были превозноситься один перед другим. А Христос их учил. И они даже не подозревали, что все те слова, которые Иисус Христос говорил для них, они, знаете, так медленно оседали в сердцах их. И только после того, когда сила Духа Святого вошла в их сердце, когда они были наполнены этой благодатью, они начали вспоминать, Господи, сколько раз Ты нам говорил, Ты нас так многому учил, а мы забывали, а мы думали о чем-то другом, и каждый раз плоть брала вверх. А Ты смотрела нас, любила нас и продолжала благословлять. Слава Богу. Вы знаете, на этом только Господь способен. Сколько раз мы порой в жизни можем огорчать. Сколько раз в жизни мы можем представлять, особенно молодые люди, как они будут жениться, выходить замуж. И они говорят о том, что нет, у нас будет по-особому не так, как у других. Вы знаете, к сожалению, сегодня определенные примеры, которые мы видим в жизни, они для нас не дают порой никаких результатов. И оказывается, только на жизненном опыте. Только тогда, когда мы начинаем двигаться, и если что-то не получается, Бог вмешивается. Бог начинает учить, Бог начинает наставлять, мы в чем-то сопротивляемся, нам что-то не нравится, а Он смиряет нас любовью своей. До тех пор, пока мы не начинаем понимать, что значит быть мужем, что значит быть женой, как рождаются дети, как их воспитывать, как дети должны быть в послушании, в почтении, в почитании родителей своих. Потому что все это не слова. Это заповедь и воля Господня. Если сегодня мы, порой дети, да, дети наши, воспринимают слова родителей, как просто слова, для них будет тяжело что-то изменять в жизни своей. Но если каждое слово, произнесенное родителям, в церкви, служителями, на этом месте, будет восприниматься как заповедь и воля Господня, Христос, что сказал? Будет благо. Будет благо в жизни нашей. Слава Богу. Вы обратили внимание в Священном Писании, может быть, обращались сегодня к нашим молодоженам, да, ну и к каждому из нас. Вот когда апостол Павел обращается к мужьям, да, он что говорит? Часто, очень часто. Он говорит, любите жорк ваших, да. А часто вы встречали, где женам написано, любите мужей ваших. Там немножечко по-другому написано. Мы понимаем, что без любви нельзя. Бог есть любовь. Все основано на любви. Почему? Потому что любовь есть совокупность совершенства. Без нее ничего нельзя построить. Все в любви. В Евангелии Атеана есть замечательное место. Первое чудо, которое Иисус совершал, это брак к Анне Галилейской. И он был приглашен, на третий день написано, он был приглашен с учениками своими. И вот они пришли все вместе. Но забегая вперед, я хочу сказать о том, что уже после того, как он явил это чудо, явил славу и величие, написано, ученики уверовали в него. И мать, по-настоящему, они уверовали в него. Зачем же Христос вместе с учениками, он пришел на этот брак? Библия говорит, на третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была так. Был так же зван Иисус с учениками на брак, и как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. И Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Мы видим то, что он пришел, да, для того, чтобы благословить, но не только благословить. Показать и ученикам, что наступает другое время. Время, когда по-иному будут жмиться и выходить замуж. Наступит время полного изменения в сердцах людей. Конечно, Иисус совершил это чудо, да, потому что Он понимал, что вина не хватает. Если мы читаем дальше, мы видим, что она не совсем была качественная по сравнению с тем, что впоследствии произошло. Должно было произойти что-то грандиозное в жизни людей. И вот когда мать просит его и умоляет ему о том, что ты сделай вина, потому что ты можешь, ты можешь совершить это чудо. И Он как бы останавливает ее. Конечно, здесь нету никакой грубости, потому что в нем всегда была только любовь. Он учит ее, и Он останавливает ее, говоря о том, что тебе и мне, жена, еще не пришел час мой, а какой должен был прийти час? Конечно, здесь она должна была уверовать в Него, как в Бога, не как в Сына Своего. Должны были полностью измениться отношения, где она теперь уже должна была повиноваться Ему, как своему Господу. И другое, где Он показывает, что ни ты, ни я мы не решаем, но только Отец Небесный решает, когда будет Небесный брак, когда Иисус изберет эту невесту. Этот брак Он будет совершен там, на небесах, совсем другой. Все будет по-иному. Мы видим, как Христос показывает огромную разницу между тем плотским браком и браком небесным, который совершится после Голдовского креста, потому что на нем все совершится. Христос показывает обыкновенным чудом, которое Он совершил там на браке. Рождение нового вина. где Библия показывает нам недостаток, переходит в избыток из плохого в что-то прекрасное или что-то новое. мы видим, какое огромное сегодня количество разводов, где молодые люди не понимают друг друга. Поначалу не клянутся в любви, в том, чтобы любить, и не понимают этого смысла. Не имея любви и просто говорить о том, что я люблю, это разные вещи. Вот обратите внимание, я уже задал этот вопрос о том, что почему, обращаясь к мужьям, апостол Павел очень часто пишет, особенно посланники Висяна, люби тех жен ваших, люби жену свою, о жене. Апостол Павел не пишет, люби мужа своего, повинуйся, бери образ сверчайших жен, которые были в повиновении у мужей своих. Быть в страхе, но не в плотском. Мы видим, что идет определенное исполнение, но исполнение в любви. Вот обратите внимание, есть замечательное место, это книга Бодие. Написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змею жене, подлинно не сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в льё. Итак, Библия говорит, змей был хитрее, но когда мы читаем вот это место священного Писания, мы начинаем понимать, что где-то трещина уже была раньше. Вот когда змей, когда дьявол подошел к леве, уже была где-то трещина. Огромная проблема в том, что Адам оставил её дно наедине и допустил. Хотя Бог предупреждал его, когда Он благословлял его, Он дал ему определенную заповедь в том, чтобы он хранил сад, и, конечно же, хранил его. Где и в какой момент это всё произошло? И мы видим, что в этот момент хитростью Он подходит к еле и начинает искушать её, показывая ей то, что ты можешь стать равным Ему. И ей захотелось. Ей захотелось смотреть глазами Бога. Ей захотелось смотреть глазами равным Адама. И может быть что-то собой предпринимать и что-то решать. Как только закралось сомнение, как только что-то захотелось совершить со мной, Библия говорит, дьявол подошёл, потому что очень хитёр. Но если бы они бы находились вместе, как бы звучит такой вопрос, подарок и допустил бы, они бы стали бы слушать эту хитрость, обречённую в лукавство, в обман. Конечно, нет. Мы порой сегодня бываем очень невнимательны. И Христос, пришедший сюда на землю, Он понимал, что должно быть полное изменение жизнь людей. Особенно тогда, когда они создают семьи. Я думаю, что сегодня для молодых людей, для тех, которые начинают свою жизнь в браке, они должны чётко понимать и знать. Очень часто эта трещина приходит только тогда, когда в своих мыслях, в своём образе они остаются сами собой наедине. Каждый из них начинает мыслить и понимать, как ему это видится. Каждый начинает любить и заботиться о себе, переживать только о себе. Знаете, есть такой замечательный пример, когда фарисеи взяли и привели женщину, взятую в прелюбовниянии, и они сказали Иисусу о том, что вот эта женщина, что ты с ней сделаешь? Она поверила, и не нужно побить. Но если мы вникаем в это место священного писания, то мы начинаем понимать. Люди, обладающие определённой властью, когда привели эту женщину, они понимали внутри сердца своего, что она им безразлична. Она лишь служит источником того, чтобы уловить Господа Иисуса Христа. И им безразницы, что с ней будет, побьют её камнями или не побьют. Она лишь орудие того, посредством кого можно уловить Господа Иисуса Христа. Они не ожидали той милости, они не ожидали того, что оказывается Господь Он выше, выше того закона, о котором они считали, что её нужно побить. Они не имели милосердия, они не имели любви, они не имели терпения на то, чтобы, может быть, что-то изменить в жизни этого человека. К сожалению, иногда у молодых людей, которые начинают созидать свою семью, не хватает терпения на то, чтобы интересоваться, чтобы иметь это снисхождение друг к другу. Дьявол сбивает склин, показывая им о том, что каждый из вас очень важен, и вы как боги. показывая, что ты жена, имеешь такую же власть, как и муж. И по этой причине молодые люди начинают предъявлять друг другу то, чего они не должны были предъявлять. Поэтому апостол Павел и показывает. Вот знаете, вот это место священного Переписания показывает нам, что все будет по-другому, все новое. Ева она была взята от мужа, от плоти его. И когда он впервые увидел ее, он сам произнес определенными устами своими те замечательные слова, что она от плоти его, она любима она взята от него. Но почему-то когда Бог начал спрашивать за нее, почему же ты, как бы другими словами, не сохранил то, что ты должен был сохранить. Он обвиняет Бога и говорит, что ты мне дал ее наверное вот такую непослушную, непокорную, в том, что она согрешила, он не исполнил, как и не исполнила она тех заповедей, которые бы благословляли их до конца их жизни. Знаете, это печально, Христос показывает брать, которые будут происходить там, на небесах. Вот, как мы уже сказали, апостол Павел, посланник Ефесянам в пятой главе, он пишет такие слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил цепь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной последствием слов, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как светила, любящий свою жену, любит самого себя». Вот давайте мы остановимся на этом стихе. так должны мужья любить своих жен, как светила любящий свою жену, любит самого себя. Вы представляете то благословение, которым Бог благословляет молодых? Из такого огромного количества потока людей брат выбирает себе будущую невесту и может происходить наоборот. И мы видим, как апостол Павел говорит, должен любить живу, любящий ее, он любит себя. Это каким образом? Бог показывает полное изменение. Я уже сказал о том, что Ева была взята из ребра дамы, а последующие мужья от короны, от Ева. Мы видим вот это единство, единение, когда говорят о том, что муж и жена в духе это одно. И мы видим, что апостол Павел наставляет мужей, он говорит о том, что жены самоследницы, что благодатной жизни. Сначала было, она произошла от Адама, а все последующие от женщин. Из одного перетекает в другое, а не идея. потому что только в этом единстве происходит продолжение рода. Мы понимаем, что первоначально, да, как бы, когда Ева была создана от Адама, он как бы сам не принимал участия. Бог совершил, все было по воле Божьей, а теперь Бог все отдает в руки их. Он создает мужа и жену. И они пребывают в этом единстве, это величайшее таинство, о котором говорит апостол Павел. Еще раз, так должны уже любить свою жену, как светила любящий свою жену, любит самого себя, потому что однажды и Он был рожден от жены. И Он не может сегодня уничижать в этом вопросе свою жену. Мы видим, что в этот момент был как бы положен первый камень Господом Иисусом Христом в камне галерейской. Будущего брака созданным там на небесах, когда Бог избирает себе невесту. Знаете, в чем прекрасно? Порой отличие между нами. Господь не ходил и не выбирал. Он не ходил и не говорил о том, что вот эти вот достойны для того, чтобы стать невестой. то, что сегодня присуще порой молодым людям, которые так и не могут выбрать и ходят и выбирают иногда, и там посмотрят, и там посмотрят. им тяжело решиться на что-то одно. Бог избрал церковь, Он возлюбил ее, и Он умер за нее, Он совершил ту величайшую жертву для того, чтобы брак на небе там был непорочен, для того, чтобы Он был святым, для того, чтобы в жизни людей буквально изменилось все, Он всем обогатил, Он всем наполнен, Он всем благословил, для того, чтобы величайшее благословение Господне пребывало в сердцах молодых людей, тогда, когда они становятся мужем и женой. И чуть выше апостол Павел говорит, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, Он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мы видим определенную разницу, где Бог обращаясь к мужьям, Он показывает им, что вы должны быть подобны мне, как Я возлюбил церковь, и вы должны любить жен своих. Жены, и обращение к вам, как церковь повинуется Христу, так и жены повинуются мужьям своим, но в Господе. Потому что уже была печаль, уже был печальный пример с Адамой и Евой, когда они остались наедине, когда произошла эта трещина в их отношениях, и Библия говорит, Сатана, он очень хитрый, и он подошел именно в этот момент для того, чтобы разлучить, для того, чтобы разъединить, для того, чтобы они перестали понимать друг друга. У них еще были попытки вернуться, что-то исправить, что-то сделать в жизни своей. И они пытались даже детей называть как бы от имени Бога. Но они уже понимали, Господи, без Тебя нельзя склеить. без Тебя ничего нельзя изменить. Только в Тебе все должно происходить по-новому. Вы знаете, до тех пор, пока молодые люди вот на этом основании не будут созидать, и с самого начала не будут на этом основании строить жизнь свою, ничего не получится. Однажды придет момент, когда вы осознаете, что вы одни. Вроде есть жена, и нету. Вроде есть муж, и нету его. И окажется, что, как сегодня брат уже говорил, рядом окажутся друзья, еще кто-то, который будет учить, наставлять, разговулять, который будет утешать, который будет говорить о том, что самые верные им только мы. И они даже не будут поздравить, что дьявол не дает понять и разобраться в том, что нужно остановиться на путях своих, нужно вернуться, увидеть, где произошла эта трещина, Господи, и все только в Тебе изменить, только в Тебе благословить. Поэтому апостол Павел и пишет, говоря о том, что мужья, любите жен своих. И он приводит пример Христа, как Христос возлюбил церковь свою. Поэтому апостол Павел обращается к женам и говорит им о том, что вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, как церковь повинуется Христу. Мы понимаем четко, что все основано на любви. Но на каждого из них Господь возлагает определенную обязанность, и мы ее не должны менять. Мы ее не должны видоизменять. Если Бог говорит о том, что муж глава, и когда он должен любить, туда вкладывается все, и забота, и переживания. Смотрите, как апостол Павел говорит, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую питания, порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. славная церковь. вот они замечательные слова произнесенные апостолом Павлом. Посему оставит человек отца свою, мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, и я говорю по отношению к Христу и к церкви. Любой брак он там на небесах, и он соизмеряется только с церковью, только с тем, что происходит в церкви, только с тем, что происходит между Господом Иисусом Христом и Его невестной церковью. Только этот образ должен быть в сердцах молодых людей. К сожалению, мы берем другой образ и стараемся жить по тому образу, который сегодня рисует этот мир, и он увлекает нас, и он показывает, как нужно правильно жить. И, к сожалению, иногда люди оставляют образ Господа Иисуса Христа и церкви и прилепляются к другому образу, не подозревая, куда ведет этот образ в смерть. Там нету будущести, там нету ни любви, ни милости, ни благодати, ни благословений Господних. Поэтому Христос и говорит только муж и жена, а не одно. потому потому что из одного переходит в другое. Слава Богу! Да благословит нас Господь! Я сегодня хочу обращаться к нашим молодым. Я думаю, что все то, что, может быть, сегодня записывалось, да, когда придут тяжелые моменты в жизни, вы бы могли обратиться к Священному Писанию. Вспомнить то первое наставление, которое вы впервые получаете перед тем, как за вас совершится молитва, после которой вы станете женихом и невестой. Вам предстоит трудный путь выйти из той семьи, в которой вы живете, и выйти в новую семью. Этот трудный путь заключается в том, что вы должны сохранить преданность и любовь к той семье, из которой вы вышли. Быть благодарным Богу за то воспитание, за те минуты общения, да, которые даровали вам родители, имея заботу и любовь по отношению к вам. и когда вы созвоните свою семью по чтению, будучи благодарны для того, чтобы впоследствии ваши дети поступали бы точно так же, как поступите вы. И если вы будете и дальше почитать своих родителей, те семьи, из которых вы вышли, то это семья, оно будет и в детях ваших. И они будут точно так же почитать и любить вас, беря образ с вашей жизнью, с вашей взаимоотношениями, видеть вашу любовь. И они будут понимать и знать, что ничего слабнее, ничего прекрасного в жизни не может быть, как жить в господи. Слава Богу. Я хочу сейчас пригласить на это место наших молодых. Это брат родами. Пожалуйста, проходим себя. Пока он идет, я ему еще один стих прочитаю. написано 33 стих. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя. А жена, это сестра Ира, будущая жена. Пожалуйста, выходим. Для нее написано, а жена да боится своего мужа. Знаете, не в плотском страхе, а боится что-то нарушить. понимаете, боится нарушить целостность этого блага. Целостность того благословения, которым Бог благословляет их. В этом должен быть всегда страх. Потерять. Потерять первую любовь. Потерять взаимоотношения. Потерять благословение. Потерять благодать. Это и относится ее отношение от мужа. Вот дружка глава, он любит ее, как Христос любит церковь. А церковь боится нарушить. Понимаете, церковь боится каких-то изменений, нарушить то благословение, ту славу, то величие. Знаете, прекрасно, когда жена понимает, что ее муж, он в славе. в славе Господне, и от нее зависит. Я не хочу, чтобы муж потерял славу, чтобы он впал в бесчестие. Мы пороги-то понимаем определенных вещей. Потому что они едины. Все перетекается из одного в другое. И пусть их Бог в этом благословит. И пусть Он их наполнит Духом Святым и благодатью в том, чтобы Он любил и защищал ее. Исполняет ту заповедь, о которой Бог говорил Адаму. Храни то, что тебе верит. А чтобы Ира действительно имел этот страх. Господи, я должна хранить ту славу. Я должна хранить то величие, которое Бог наполнил его и благословил его. Вот о каком страхе идет речь. Мы сегодня от сохранения очень часто по плоти все видо изменяем. Но да благословит их Господь, чтобы они всегда помнили и знали. Что Господь живет в их сердцах Духом Святым. Аминь. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok